привет дорогие мои меня зовут артур мы продолжаем играть silent hill 3 мы находимся альтернативной версии брокхейн госпиталя здесь все очень плохо по-другому не скажешь сейчас нам принципе нужно в подвал судя по всему потому что кроме подвала у нас осталось исследованы на этом этаже у нас есть закрытая дверь так сейчас сейчас я вам покажу она у нас где была вот она внизу day room и кроме того у нас на третьем этаже есть ведро с кровью мы подобрали пакетик который я думаю эту кровь надо будет наполнить так подожди там прямо написано это был пол нет а нет мусорном ветре в раздевалке короче говоря такие вот мои мысли но сначала мы мы будем валить так сначала мы сходим в подвал с монстрами в этой игре драться можно и временами даже нужно сейчас зачем это слишком слишком опасно и оправданно 1 не работает 2 тоже круто 3 для меня на самом деле это целый гора сплечь потому что чем больше помещений которые можно посетить тем более пухнет голова которым не так опухше отлично морг и что она ждет очередная головоломка похоже так но методом научного такая я не уверен что у нас что-то получится открыть хотя временами бывало помните мы открывали просто невозможные комбинации с первого раза поэтому почему бы не попробовать нет конечно нет так и что какая-то подсказка будет потому что по сути мы уже практически все обошли о 1 2 3 4 сетка 4 на 3 хорошо так если если мы смотрим вот так это получается у нас сетка 4 4 же до 4 на 3 отлично теперь осталось запомнить что где с моим усталым мозгом это не очень просто поэтому надо посмотреть еще раз какого черта вообще блин я же забыл от 1 получается 0 1 0 3 7 что ли или 1 0 7 3 1 1 0 7 3 окей смотри я почти подобрал кстати говоря ну как почти это конечно с натяжкой запросто так хорошо вы уверены что это хорошая идея лезть туда а вот она чуть лучше здесь ничего нет кроме неприкаянных останков ну ладно будем надеяться что нам этого хватит больше здесь я так понимаю нет подожди получается что помните мы разговаривали в предыдущей серии с человеком который сказал что наш воздыхатель как его там звали который писал нам эти письма он под номером 7 в морге то есть вот он стэнли кулман это он может эти звуки сдавал но как бы там ни было его уже убили и теперь мы ничего не узнаем ладно ключ у нас не слава богу не хотелось навстречаться он был жутковатым парей так мне нужно где у нас там кровь была на втором этаже на третьем я был и помню помню так вот нет нам нужно как раз таки на третье все я понял он там с 3 или экзаменем круг вам не важно сейчас помню так третий этаж хорошо отсюда мы идем находим вот то есть мы можем вот это место вообще жуть полная просто так ладно вот и она хорошо надеюсь пакетик подойдет но это элементарно принципе это чудо хорошо теперь куда нам его нужно использовать на первом этаже у нас есть закрытая дверь кстати подлечиться надо это сейчас свинтит и мы даже все по новому будем делать это не круто больше помню закрытых дверей у нас не было да только на первом видимо туда мы и применим своих ключ хорошо ладно а ну что ж вы делаете давай вставай так на втором у нас ничего не было на b3 тоже ничего нет значит первый только он остается на первом этаже много мяса постараемся не попадаться прямо и до конца коридора поднарях тихо тихо спокойно все будет как надо нормально плитка кровь или кошмар так там лежит книжка которую мы читали про то что в мире слишком много ненужных людей а я мол и весь такой нужный очищаю мир от скверны ну идет короче так давай давай падай а плохо громко а давай вставай 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 лучше перестарховаться да блин от момента нет да сдохнешь ты уже нет ну спасибо большое мне не нравится это место мне не нравится это место да блин у вас тут я не знаю ну они кстати очень легко врубаются этой катаной так что то что доктор прописал отлично что-то это было слишком громко и напряженно как-то мне не понравилось больше не хочу такое повторять но придется понятное дело что-то лежит на носилках для человека слишком тонкое не думаю что я проделал этот путь чтобы дергать за простыней и проверять я посмотрел так пожалуй я пойду пойду что-то лежит здесь это открытка как дне рождения с 38 лети 14 плюс 7 плюс 17 равно 38 капец чё но это не мой день рождения и ладно я постараюсь конечно запомнить но на самом деле это слишком сложно для моего утомленного мозга хотя нет конечно не сложно что плохо в местных дверях это то что их вообще не видно там еще кто-то идет давай 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 ооо кто там только не идет отлично вот этого нам только не хватало а блин живой да твою мать ну у меня блин чёрт бежит бежит твою дивизию но короче вы меня просто уже умучили это просто тупой монстр я не могу в него попасть я просто патроны молоко опускаю да по нему бей издевательство просто это серьезно какой ты пипец да бей ты по нему ну вот почему ты поверку бьешь бей по низу ну ну это самое геморрное офигеть ну охереть теперь просто бляха да что это такое ну давай уже ну вставай хиза что ж ты такая безрукая ох короче в общем на будущее порешим как те люди которые в комментариях пишут что типа не убегает врагов дерись с ними это может группа будет ну идите в жопу потому что увидим что происходит сами деритесь устанавливайте игру это по моему просто не стоит того ох капец блин это было настолько тупо оооо это было просто тупо я разозлился аж ну да ладно после dark souls мои нервы в состоянии пережить что угодно название потерянные воспоминания одна особенность упоминалась только в редких документах и не дожила до современности до современной эпохи это ритуал жертвоприношения произнося молитву пронзи человеческую грудную клетку медными копьями а колями смочи алтарь красной кровью и сердце прославляй покажи преданность богу в той же книге упоминался еще один ритуал жертвоприношения как жертву сжигали заживо эта церемония считалась более благородной в которой запрещалось участвовать пленникам и грешникам у жертву можно было приносить только духовенство в религиозной практике нельзя найти похожего ритуала он мог иметь некоторую связь с богом солнца даже если жертвы искупали грехи все это относится к темным силам нормально пронзи грудную клетку медными колями это носилки но это не обычные носилки они больше похожи на алтарь зажженные свечи, нож и запах крови они поклонялись этой картине или чему-то на этой картине свечи не могли зажечь сами, правда? правда-правда и совершенно очевидно что тут делать сначала мы сохранимся так там конечно несколько комнат еще осталось, но я думаю нормально будет хотя какие еще несколько комнат три двери осталось наверняка все закрыты поэтому сейчас нам нужно что-то это явно не к добру что-то внизу вообще очень неприятные звуки ну как думаете что сейчас будет я думаю будет босс потому что больше здесь идти некуда убив босса мы выберемся в обычный сайлент хилл так во всех частях серии сейчас это было бы вполне себе логично леонард где ты что-то спасибо теперь я наконец-то уходу здесь сейчас удивительные мечты уже я же говорил я думаю это время чтобы ее спасение всех людей ха почему мы должны обеспечить даже что ты говоришь о наших планах конечно одиноче, это ну может что это что мы что мы двор бог о чем 13 чтобы Да, конечно. Поехали. Поехали. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я не думаю так, как вы делаете. Я не хочу никакой часть этого типа. Ты не веришься. Ты меня ошибся. Я не ошибся. Мы были просто ошибки друг друга. Я думал, что ты был нормальный человек. Так что ты пытался спрятать меня, чтобы ты мог уходить с моим Силом? Херетик! Ты планируешь уничтожить Бога? Я сказал, что я не пытался спрятать кого-то. Что это Силом? Не играй в инноценном. Ты не можешь меня ниже спрятать. Силом у меня! Я был приглашен Господом, чтобы быть его защитником! Единственное, что ты получишь от меня, это ужасная смерть. Офигеть. Это ужасная смерть. Это ужасная смерть. Это ужасная смерть. Всех перевернуть их поближе Бога! Ух... 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 нормально где он если все так будет продолжаться патроны правда кончились все, нет патронов просадил давай, Леонард, приходи армалек ой так ну как-то так в общем я думаю мы справимся с ним патроны правда кончаются а может мне его сюда закинуть в этой штуке дробовиком скажем но если бы у меня не было дробовика то я бы не мог этого физически сделать так же скорее всего нет добрый день вылазь уже все что ли очень простая игра ни разу еще не было такого что прям затруднения какие-то были боссы все один раз мы погибли то по глупости но Леонард вот такой ты оказался говнючок мелкий заломали мы тебя очень даже просто ну что же мы теперь тут делаем по сути мы же искали Леонардо за этим мы и прибыли в Силент-Хилл Леонард не здесь больше я думаю я должен вернуться в мотое сейчас я надеюсь Дуглас в порядке печать давай посмотрим так кстати аптечек не так чтобы много патронов тоже кстати говоря так предметы нет это снаряжение патроны для пистолета 19 остальных вообще нет хорошо здесь сохранения где нет а я понял где мы все отлично ну на самом деле местный Брукхевен был на мой взгляд даже пострашнее Брукхевена из второго Силент-Хилла ну как-то так временами прям пробирала особенно альтернативно когда там помните полезла непонятная гадость из зеркала там я реально просто просто испугался ну а пока что в итоге что давайте на этом прекратим Леонардо мы убили Силент-Хилл принял свой обычный вид то есть туманный городок и нам нужно направляться по нему обратно куда-то в сторону отеля по дороге я думаю стоит посмотреть по местам возможно что-то найдем возможно куда-то заглянем надеюсь вам понравилось серия была довольно содержательная с вами был Артур всего хорошего пока-пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok